Всем привет, друзья! Вы на канале GamerPanda, меня зовут Иван, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки... Как же она называется? Китария Fables. За кадром я немножко пособирал ресурсов для того, чтобы улучшить свой меч. И сейчас мы как раз пойдем с вами это и сделаем. Денег у меня достаточно, слитков достаточно, и я нашел вот эти вот солнечные камни, которые нужны были для его апгрейда. И сейчас как раз мы заапгрейдим этот меч, чтобы у нас был меч посильнее, и затем мы сможем спокойно, без зазрения совести, уже пойти... Куда мы должны пойти-то? А вот туда далеко. Туда далеко, где мы что-то сделаем. Зимний биом, назовем его так. Так, давайте просмотрим. 95 урона, а здесь 143 урона, и критический урон также повышается. Соответственно, соответственно, что? Мы его берем. Берем, покупаем, да, все. Теперь у нас меч помощнее. Помощнее? Да, ведь помощнее. К сожалению, здесь нет никакой прокачки силы. Также, да, я взял вот у этой мисс яблочко квест. Квест. Ей нужно принести 9 единиц муки, а 9 единиц муки у меня нету. Для того, чтобы 9 единиц муки ей принести, мне потребуется 18 единиц пшеницы. И пшеница у меня сейчас в таком количестве не растет. За кадром я позанимался этим только потому, что я улучшил... Как она называется? Мотыгу? Да, мотыгу. И что? И что? Я вот улучшил мотыгу, и что? Что теперь? Она теперь разрывает сразу 4... 4 блока. Да, 4 блока. Да, 4 посадочных места она раскапывает, и можно сразу сажать больше семян. Потому что с одной, когда она раскапывала одно посадочное место, один квадратик, было невозможно. Также я за кадром выполнил вот этот квест, который мы взяли в прошлой серии. Я убил 20 гусениц. И что? Нам теперь дают записочку. Отнесите это к корнишону. Кто такой корнишон? Я вообще не знаю. Я его никогда не видел. Не волнуйтесь, он знает, что делать. Надеюсь, у вас все получится. Да, хорошо. 500 лап копеек нам еще дали, чтобы мы совсем уж на дно не сели. Так, корнишон в речной крепости. А корнишон в речной крепости, это вообще где, простите? Простите меня, но я не понимаю, где это? Ну ладно, сейчас найдем. А, вот вижу, да, корнишончик. Корнишончик, дорогой. Для тебя тут записочка. Добро пожаловать в лавку корнишона, юный искатель приключений. Что вас ко мне привело на сей раз? Вот эта записка меня привела. О, конечно, конечно, самой собой. Корнишон поможет, мисс Келли. Не волнуйтесь, у корнишона есть все, что необходимо. И что ты хочешь взамен? Вау, серьезно? Горькое и сладкое зелье? Горькое приведет пострадавшего в сознание, а сладкое восстановит его силы. В соответствии с рецептом мисс Келли. Кстати, корнишон приготовил одно лишнее сладкое зелье, на том случае, если юным искательным приключений тоже захотится восполнить запасы энергии. А теперь поспешите, зелье само себя не доставит, и будьте осторожны. Так, это замечательная новость, то, что мы туда добрались, точнее, мы получили эти зелья. Закрепленные предметы, что, можно их закрепить как-то? Ничего не знаю об этом. Вообще ничего не знаю об этом. Давай посмотрим, где-то у нас здесь были предметы для заданий. Вот они. Горькое зелье и сладкое для Бейзела. Так, помогает людям прийти в себя, снабжает энергией. А обычное зелье что дает? Восстанавливает 80 здоровья, между прочим. И увеличивает физическую защиту. Так, также нам надо поговорить вот с этой вот предательницей. Комендант Орешек? Ну давай. Приветствую, солдат, у тебя для меня есть новости? Так точно, о тоннеле мне уже известно. Нужно отправить туда гвардейцев. Благодарю за сведения. И ты еще нам смеешь после этого всего улыбаться? Так, что она нам дальше скажет? Здесь все спокойно. Вот только этому катаклизму не видно ни конца, ни края. Мои солдаты обучены справляться с подобными ситуациями, но всем хочется нормальной жизни. Нужно найти причину проблемы, но как это сделать? Вот над этим я сейчас и работаю. Могу я тебе доверять? Приходи сегодня ночью в речную гостиницу. Ммм, я буду ждать тебя на верхнем этаже, только не слишком поздно. Мне нужно кое-что с тобой обсудить. Обсудить, я же тоже котик. И больше никому об этом не говори. Ну ладно, ладно. Само собой твой розовый друг, пусть тоже приходит розовый друг. Что ж, у меня пока все, солдат. Да, да, заманчивое задание, заманчивое. Так, что у меня там по заданию? Борьба с голодом. Давайте еще в таверне возьмем это задание борьба с голодом. И посмотрим, что же нам скажет... Кто скажет? Селена. Добро пожаловать в речную крепость, говорит. А, Мяузи, это ты? Хочешь перевести дух после долгого похода? Нет, не хочу. Правда? О нет, моя бедная сестричка. Знаешь, тебе нужно обсудить это с Корнишоном. Он лучше всех знает, что делать. И не переживай, я покрою все расходы на ингредиенты. Так, хорошо. Кстати, вот здесь стоит тыковка. По ночам в дождливую погоду. И что она делает? Она нам продает расширение инвентаря. Только если у нас достаточно денег. А денег у меня сейчас недостаточно. Поэтому от нее вообще нет смысла сейчас. И что же мы делаем? Что же мы делаем? Куда мы сначала пойдем? Давай поговорим с Корнишоном, потому что он уже здесь. Корнишончик, дорогой. Давай. Добрый день. Чем Корнишон может быть вам полезен? Опять ты это спрашиваешь. О нет, это ужасно. Хуже того, Корнишон не сможет вас выручить. То есть ты вот так вот предлагаешь свои услуги и не можешь нас выручить. Корнишон слыхал, что тетушка коменданта Орешек отлично готовит. Почему бы вам не попросить ее обучить вас одному из ее рецептов? Корнишон полагает в холодную погоду суп или кисель будет как раз тем, что надо. Так. Так. А это не туда, да? Тайный совет. Что это? А, вас ожидает коменданта Орешек, целебное зелье, угощение для детворы. И опять же нужно поговорить с мисс Яблочко, что ли. Да, давайте пойдем сначала сходим и полечим Безеля. Этого пёселя, который там лежит и дожидается, когда мы наконец-то придем и поможем. И возможно это поможет нам продвинуться чуть подальше по сюжету. Кстати говоря, вот с этих вот ребят, которые здесь гуляют, выпадает янтарь. И этот янтарь стоит достаточно дорого, по тысяче за штучку. И выпадает его, ну не то чтобы много, но пока я там часик где-то играл, без записи, мне выпало аж целых 4 штуки. И как бы это 4 тысячи практически на пустом месте, это неплохо. Но я так и не нашел семена ананаса. Мне их давали за какой-то квест и теперь я их не могу найти. Я не помню у кого они были, кто мне их вообще выдавал. Может быть у того друга и есть эти ананасы, но я думаю мы найдем это позже. А сейчас нам нужно просто пробежать и полечить бейзеля, потому что мне уже надоело колбасить этих монстров. Они вроде как бы слабенькие, да, тем более с нашей новой оружкой, с нашим новым оружием. Они, ну да, они доставляют все равно неприятности определенные. Да, они еще плюются и тут постоянно вот эти вот зоны их, которые зоны удара, зоны плевка. Блин, еще и отравили меня. Вот засранцы. Нехорошие ребята. Также, кстати, тут летает летучая мышь, которая босс летучая мышь. Я ее еще не трогал, я еще не убивал, я ее это сделаю, наверное, потом как-нибудь. Сейчас я не хочу этим заниматься. Очередной раз тратить время. И для того, чтобы, кстати, ребята, для того, чтобы скрафтить этот меч, мне пришлось пару раз убить, еще пару раз убить босса орков, там орк воин, по-моему он называется, или воин орков. Короче, как-то так, и с него падает вот этот вот солнечный камень. В прошлый раз я его продал, это было, конечно, зря. Но в этот раз я понял, что мне нужно было их копить, собирать, и дальше мне потребуются еще такие дополнительные камни. Так, что ты там выпендриваешься? Ну-ка не выпендривайся, сейчас получишь. Так, не туда. Как мне вот теперь до него добраться? Он в ящике застрял в этой, в текстуре. Нет? Нет, не застрял. Хорошо, можно добраться. Так, ты тоже, давай-ка, не выпендривайся и умирай скорее. Все. Блин, тоже попал. Ну, как так? Он же уже умер, и все равно попал в меня своей способностью. Вот баги в этой игре, конечно, их достаточно. Безил. Эээ, кто, кто вы такие? Кто мы такие, котики? А, понятно. Ну, конечно, на меня напали чудища, как раз когда я собирался отсюда выбраться. Похоже, им удалось отправить меня в нокаут. Куда они пошли? Если бы не вы, вряд ли бы я выжил. Благодарю вас. Мне уже гораздо лучше. Думаю, я в состоянии самостоятельно вернуться домой. А вы что здесь делаете? Заблудились, что ли? Здесь опасно находиться. Хотя сейчас такие времена, что везде опасно. Ну, друг, что? Что? Вы из долины? Значит, волна больше нет и путь свободен. Какое облегчение после всего, что мне пришлось пережить? Так приятно слышать хорошие вести. Заглядывайте ко мне завтра. А сейчас мне пора... Пора. А сейчас мне пора, да, пора. Пока еще на ногах держусь. Еще раз спасибо вам, ребята. Обязательно разрешите меня как-нибудь на плоскогорье. Так. Мы еще увидимся, как будете на плоскогорье. Так. Хорошо. Задание выполнено. Мы его починили. Мы его починили. И что нам остается? Нам остается дождаться вечера, чтобы поговорить с комендантом Орешек. Тет-а-тет. Один на один, понимаете ли. Так. А здесь вот эти вот ледяные големы, конечно, они, по-моему, сильные. А ты, друг, сильный? Нет, ты не очень сильный. Синяя слизь, кстати. Мне в каком-то крафте нужна была синяя слизь. Стоит ее потом пособирать. Сейчас не нужно. Сейчас на записи это будет достаточно долго. Так, друг, ты... Ой, да, они, конечно, сильные. Вот здесь, конечно, вот это небольшой минус этой игры. То, что здесь как-то все вот так... Ты идешь, вроде бы все хорошо-хорошо. А потом раз, и у тебя уже оружие плохое. Оно никуда не годится. Оно не наносит достаточное количество урона. И на тебя нападают все больше и больше монстров. И тебе приходится искать какие-то способы улучшить оружие. Иначе приходится вот так вот... Раз, перекатился, ударил, перекатился, ударил. А что, почему? Почему я... А я его бью, и у меня... А, я понял. Мне возвращается урон от него. То есть, их нельзя бить в рукопашную? Серьезно? А как с ними справляться тогда? Вот так, что ли? И что? И все? Так, друг, давай-ка ты не будешь сейчас на меня нападать. Так, как же мне быть, если я могу его только в рукопашную бить? У меня нет лука, я его не покупал. И, в принципе, пока не собираюсь я его покупать. Ладно, давайте пройдем до плоскогория, посмотрим, что нам скажет этот песик Бейзил. Этот Бейзил, да? Стоп, контрольная точка. Так, а я контрольную точку же не потрогал. И мне надо потрогать обязательно эту контрольную точку, чтобы она активировалась, чтобы сюда можно было телепортироваться. Да, сохраняем эту контрольную точку. И отправляемся дальше в наше путешествие. Так, где Бейзил? Дайте мне сюда этого пса. Так, ну-ка, пес. Что ты мне скажешь? Обожаю любоваться горными пейзажами, они действуют на меня умиротворяющие. Я тебя поздравляю, но я от тебя ждал чего-то большего. Хорошо. Ладно, я понял, я понял. Нам нужно, значит, сходить в деревню к тетушке, к этой, к яблочку. И этому яблочку помочь. А чем мы можем помочь яблочку? А ничем, нам не надо ей помогать. Нам нужно узнать у нее какие-то холодные рецепты, типа супчика. Точнее, горячие рецепты. Тимми. Это какое-то задание. Опять. Привет, солдатики. Добро пожаловать в закусочное яблочко. Только здесь вас ждут лучшие десерты в округе. Добрый день. Что вы хотели? Серьезно? То есть мне надо сначала выполнить предыдущий квест? А ты что скажешь? Привет, дружище. Ты еще не пробовал выращивать у себя на ферме ананасы? Я слышал, что Келли как раз ищет поставщика. Насколько мне известно, мискики не продает семена ананаса. Да. Возможно, они есть в продаже у бродячей торговки. Кстати говоря. Кстати говоря. Ананасы-то. Я вот как раз только что говорил про ананасы. И он мне дает задание на ананасы. Игра. Ты за мной следишь? Перестань это делать. У меня нет камеры. Можешь даже не пытаться подключиться к ней. Если вдруг найдешь ананасы, запасись ими для Келли. Вот тебе немножко деньжа для закупки ананасов. Надеюсь, этого хватит. 500. Да. Получен квест. Курьерская доставка. Курьерская доставка. А у меня опять забилось все, да? Да. Пожалуй, нужно выращивать ананасы. Эти ананасы продавать и уже улучшить сумку. Потому что сумка вроде улучшенная, но все равно не хватает места. Так. Нужно сразу сбросить тогда барахло, которое мне не нужно. И максимально оставить. А, да. Я же вот это не выложил. Вот это не выложил. Кашки я продам. Медная руда сюда. Железная руда сюда. Вот это сюда. И что еще? Что еще? Что мне еще не пригодится? Вот это мне пригодится. Остальное я могу продать. Да. Остальное я продам. По большей части. Так. Что я продам? Вот это продаю. Вот это продаю. Вот это. Вот это. Лист гигант. Лист гигант. Да продам. Если что, на собираю еще ничего страшного. Это не такие большие потери будут. Так. Что мы делаем дальше? Дальше мы лупим... Лупим манекены, чтобы восстановить жизни. Все. Все. ХП восстановлено. Мана восстановлена. Отлично. Давай посмотрим, куда нам нужно двигаться. Так. И у меня тупик. Ребята, у меня тупик. Так. Мне надо прийти к ней не слишком поздно. Поэтому давайте-ка я сейчас подожду, пока не слишком поздно. И уже вернусь, когда будет достаточно поздно, чтобы встретиться с комендантом Орешек в таверне. Если вы понимаете, о чем я. Ну что ж. Вот мы и дождались, когда будет достаточно поздно. Но не слишком поздно. Я надеюсь, что мы дождались этого времени. И мы можем поговорить с комендантом Орешек. Да. Можем. Иногда я не улавливаю твой ход мысли, дорогуша. В смысле? Да. В смысле. Очевидно, они являются частью проблемы, которой мы так сильно опасаемся. И при этом ты собираешься с ними сотрудничать? Я... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Что-то в последнее время ты стала крайне обидчивой. А что, если мы ошибаемся? Что, если они даже не подозревают, что творят? И даже если это не так, мы должны знать их мотивы, прежде чем решать, стоит ли их наказывать. Нельзя ставить им в вину то, чего они на самом деле не совершали. Ох, уж это мне твое чувство справедливости. Может, стоит основать новое королевство, где ты сможешь править? Из тебя вышла бы отличная королева, дорогуша. Конечно же, мы могли бы кормиться с нашей фермы. Тише, они приближаются. Прячься. Да, ваше высочество. Джет, джет. Грррр. Грррр, тигрица. Но это не значит, что можно разбрасываться деньгами направо и налево. Так, хорошо, мы пришли. Приветствую вас, солдаты. Здравия желаем, мэм. Вольно, оставим формальности. Так точно, мэм, э, то есть комендант. Что именно вы хотели с нами обсудить? Дело в том, что, эм... Мы уже как-то затрагивали тему прошлого катаклизма, верно? Вы случайно не в курсе, чем он был вызван? Ээээ... Знаю, это неожиданный вопрос, но я ищу любые зацепки. Ради блага нашего народа и королевства. Вы один из самых опытных офицеров королевской армии, мэм. Нам кажется, именно вы должны обладать подобными сведениями. И все же, известно мне крайне мало. Вероятно, катаклизм был вызван древними магическими силами, но я совершенно не представляю, откуда они могли взяться. Тот факт, что мой ранг выше вашего, не означает, что мне проще находить ответы на такие вопросы. У меня уже просто руки опускаются. Ой-ой, но вы же комендант. Вы должны лучше... Вы должны быть лучше осведомлены о прошлом королевства. Чтобы лучше ему служить, верно? Звучит логично. Вот только ходьба по кругу результатов не приносит. Если старшие по званию не желают делиться сведениями, что ж, тогда я поступлю по-своему. И для этого мне нужна ваша помощь. Если вы хоть что-нибудь об этом услышите, дайте мне знать. Простите, комендант, но мне почему-то кажется, что вы сгущаете краски. Чудища стали более агрессивными, и это доставляет нам проблемы больше обычного. Это факт. Однако, учитывая, что империя увеличила число патрулей и укрепила защиту поселений, не думаю, что нам стоит беспокоиться. Насколько мне известно, чудища не осмеливаются нападать на наши города и постройки. Так что, если соблюдать меры предосторожности, мы в относительной безопасности. В этом есть логика, но я опасаюсь, что рано или поздно они все-таки нападут. Это лишь вопрос времени. Лучше быть готовым ко всему, чем ждать, пока случится непоправимое. Согласны? Пожалуй, вы правы, комендант. Простите, что усомнился в ваших рассуждениях. Не стоит извиняться, а мне не стоило спрашивать вас о том, что вам неизвестно. Вы можете идти. Хотя, прежде чем вы уйдете, помните, что мы здесь по двум причинам. Первая, необходимость защищать деревню и ее жителей, а вторая, не допустить ухудшения ситуации. И еще кое-что, не теряйте бдительности, не доверяйте каждому встречному. Никогда не знаешь, что у людей на уме. Помните об этом, пожалуйста. Так точно, мэм, вас поняли. Да, болтовни здесь много. Так-так, ты им угрожала? Вовсе нет. Теперь, по крайней мере, они задумаются о последствиях своих действий, а это даст нам время, чтобы выполнить свою миссию. Умный ход. Ну, условно, умный. Хорошо. Что мы от нее узнали? Да ничего, интересно, что она умеет у комендат орешек? Может, она пытается от нас от чего-то предостеречь? Возможно, она догадывается о том, что ты владеешь магией? Но тогда можно ли ей доверять? Ох, я уже даже не знаю. Ну ладно, ладно, в таких случаях надо успокоиться и хорошенько все обдумать. Надо прислушаться к сердцу, оно и приведет нас к верному решению. Надеюсь. Так, понадеялись, квест выполнен. Тайный совет. Так, и что же у нас дальше? А дальше у нас... Раздобудьте ананасы. А, ананасы. Точно, ананасы. Борьба с голодом, не с яблочко, да? И достать ингредиенты. Так, то есть мы застопорились вот на этом моменте, когда мне нужны ингредиенты. Так, мне нужна пшеничка. А пшенички-то у меня и нету как раз. И как бы я ее и не высаживал. И не рассчитывал на то, что она мне вообще когда-то понадобится. Поэтому предлагаю пойти поспать сейчас и уже продолжить в следующей серии. Потому что следующая серия, не знаю, должна быть насыщенной, но возможно не будет насыщенной. Посмотрим, сколько у меня будет времени после работы. И там я уже буду решать, буду ли я записывать большое количество серий за кадром. Точнее, не записывать за кадром большое количество серий. А именно, что делать-то? Что делать? Фармить за кадром. Поэтому сейчас предлагаю прилечь поспать. Быстренько выспаться. Так, получено достижение, да? Выспались, все продали. Получили достижение. Это отлично. Достижение это всегда хорошо. Так, предлагаю сейчас полить огородик. Хотя мы же можем собрать уже вот это, да? Угу. Поэтому давайте возьмем, возьмем лейку и возьмем серп. Или что это? Что это? Это же не серп, это серп. Странно, это коса. Какой серп? О чем вы? Так, кукурузки собираем. Собираем капустки. Отлично. Капустку, кукурузку собрали. И, похоже, надо высаживать кукурузку. То есть надо купить, сколько у меня там, 18 единиц кукурузки можно купить. Так, это по 100 лап копеек. Я не помню, поскольку я покупал, но я понимаю, что это очень невыгодное занятие. Так, что же я хотел? Хотел полить, да? Полить огородик и высадить какие-то дополнительные единицы овощичек, фруктиков. Вот видите, когда леечка поливает больше, чем одну единичку, намного быстрее происходит процесс. Когда не приходится вот так вот к каждому кустику подходить и каждый кустик поливать. Процесс ускоряется намного. То есть это намного быстрее, чем я бы сейчас каждый кустик поливал. А здесь у меня, извините, на всякий случай тут 18, 18 и 18. Это 18 умножаем на 3, это там в районе 50-60 грядочек, плюс еще здесь по 12. Поэтому, ну как бы, зачем, зачем мне маленькой лейкой это все делать? Давайте посмотрим, сколько мы можем сейчас отдать. Сможем ли мы вообще собрать муки, такое количество, которое нам нужно. Я дико сомневаюсь, что мы сможем это сделать. И на этом, пожалуй, закончим серию. Потому что нужно, как бы, записать еще одну серию для... Так, мука. А мне нужно что? По-моему, зерна. А мне нужно зерно. Так, стоп. У меня кукуруза. А, это позрел кукуруза. А мне нужна пшеница. Ну, давай посмотрим пшеница. А, нет, не одну единичку. Надо 18 единичек к этой пшенице. Да, я же все-таки... Я не сажал пшеничку. А сколько пшеничка всходит? Давай посмотрим. Два дня. Ну, два дня это не так много, поэтому, скорее всего, уже в следующей серии я закончу этот квест. К следующей серии закончу этот квест. И мы продолжим уже движение по основной сюжетной линии. Ну, а сейчас, на этой ноте, я предлагаю закончить данный эпизод. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Не забывайте подписываться, комментировать, а оставлять свои царские лайки и жмякать колокольчик. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok